Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке. Совсем недавно я выполнил укладку декоративного камня на цоколь. И в этом ролике я покажу, как заполнить швы силиконовым клеем-герметиком, какой клей-герметик я использовал, какой инструмент понадобится, а также расскажу о плюсах и минусах данного способа. Приятного вам просмотра! Итак, перед тем, как заполнить швы герметиком, их необходимо обеспылить. Это можно сделать при помощи обычной кисти. Но это в том случае, если при укладке декоративного камня края были чистыми, как у меня. Но если швы и края декоративного камня в клею, то его желательно убрать. Обеспыливание начинаем сверху вниз. Сначала вертикальные швы, затем горизонтальные, затем опять вертикальные. И так до самого низа. Если начинать снизу вверх, то чистыми останутся только верхние швы. В крайнем случае можно воспользоваться пылесосом. Швы обеспылены и очищены, можно приступать к заполнению. Чтобы ровно и быстро нанести клей-герметик на маленькой площади, можно воспользоваться ручным пистолетом. Ну а так как у меня объем не маленький, то я воспользуюсь автоматическим пистолетом. В чем плюс данного пистолета есть фонарик. Шучу, но в этом плюс какой-то есть. Он просто удобен работе, не тяжелый, есть регулировка оборотов, а это очень важно. Но я работал только на минимальных оборотах. А также, когда останавливаем работу, шток возвращается обратно на несколько миллиметров и подача герметика останавливается. Для заделки швов я буду использовать силиконовый клей-герметик маписил. Почему я выбрал именно этот клей-герметик? Он представлен цветовой гамме из 26 цветов. Но это не самое главное. А самое главное, что он стойкий в плесени, долговечный, высокий уровень эластичности, отличное схватывание, вода и паронепроницаемость. А также из практики могу добавить еще один из плюсов. Это то, что данный клей-герметик при длительной эксплуатации на улице под открытым небом и постоянное попадание солнечных лучей не теряет цвет. В общем, все очень просто. Вставляем тюбик, выставляем обороты и можно приступать к работе. Но перед тем, как приступить к работе, нужно отрезать кончик. Таким образом, чтобы он был чуть меньше толщины шва, для равномерного распределения по всему шву и обязательно под уклоном. Но это только для нанесения на горизонтальный швов. На вертикальный швов кончик отрезается по-другому. Теперь точно приступаем к заполнению швов. На носителе и герметик начинаем с верхнего шва. Прикладываем носик на низ шва и равномерно заполняем, так, чтобы не было пустот и щелей. Благодаря равномерной скорости нажатия выдавливания герметика шов получается ровным и гладким, который не требует дальнейшей обработки. Единственное место, где нужно доработать, это только места переходов с места на место. Желательно этот переход делать не напротив вертикального шва, а где-то по центру, чтобы присмачивание мыльной водой, водой, а именно мыльной, не попало на вертикальный шов. После заполнения небольшого участка трубкой от сока убираем излишки, которые попали в вертикальный шов. Трубкой от сока, но без мыльной воды. Итак, заполняем все вертикальные швы. Желательно носить не только верхний ряд по всему кругу, а полностью все швы на одной стене, так как вертикальные швы заполняются после застывания герметика в горизонтальных швах. Но на самом деле горизонтальные швы не настолько прям ровные, как могут показаться вам в этом видео. Все равно есть небольшие неровности, но учитывая тот момент, что декоративный камень тоже не из ровных и в общем объеме это смотрится красиво. Ну а чтобы получить прям идеальные горизонтальные швы, далее покажу как я буду делать вертикальные, то процесс работы, немного меняется. Если здесь мы заполняем сначала горизонтальные швы, затем вертикальные, то в другом случае нужно заполнять как вертикальные швы, так и горизонтальные, и сразу проходить на всю высоту цоколя. Горизонтальные швы на одной стене готовы, даем время застынуть герметику и тем временем заполняем горизонтальные швы на другой стене. Ну а пока я заполняю горизонтальные швы, вкратце расскажу о плюсах и минусах и отличия клей-герметика от затирки. Учитывая, что это улица, постоянная смена температуры, влажности, попадания солнечных лучей, а также попадания пыли, грязи в швы, то при правильном заполнении швов герметиком бояться не стоит. То такой шов можно легко помыть и привести его в первоначальный вид. А вот если заполнить шов затиркой из-за полистого шва, если туда будет попадать пыль, грязь, то со временем он потемнеет и вымыть его будет невозможно, только замена. Ну а также из плюсов – это удобность и аккуратность при выполнении работ. После заполнения швов герметиком декоративный камень остается чистым, а если заполнить затиркой, а еще если и шов будет светлее, чем декоративный камень, как в данном случае, то чистоте можно забыть, так как с этого декоративного камня затирку будет отмыть тяжеловато. Но по поводу герметичности, герметик лучше защищает шов от попадания влаги на основание, где плиточный клей, а как мы знаем, если постоянно улажнять плиточный клей, то он со временем разбухнет и отвалится. Единственный минус клей герметика – это цена, но оно того стоит. Но укладку декоративного камня на улице без шва или оставлять его незаполненным не рекомендуется. Теперь приступаем к заполнению вертикальных швов. На носик отрезаем также чуть меньше ширины шва, но уже не под уклоном. Заполнять шов начинаем с визу вверх, но на образце я покажу с верхнего ряда, а вообще нужно начинать с нижнего, опять же, чтобы мыльная вода не попала в шов. В таких случаях герметик не приклеится и шов будет негерметичным. Так как при нанесении герметиков шов по вертикали, как бы я ни старался, то все равно получается много неровностей, и такой шов нужно доработать. При помощи мыльной воды и самодельной лопатки. Смачиваем мыльной водой и движемся сверху вниз, можно так сказать уплотняем и формируем шов. Но когда будете формировать шов, придерживайтесь одного правила – шов должен быть плоский, никаких наплывов по краям. А если сделать внутренние полукруглые шов, то в дальнейшем эти края завернутся и появится щель. Шов получился ровный и герметичный. И так со всеми остальными. Редактор субтитров А.Семкин Примыкание от цоколя к бетонному крыльцу тоже заполнил герметиком. Основные швы готовы, но это еще не все. После полного заполнения швов остаются углы. Их также заполняем герметиком, также смачиваем мыльной водой, а излишки убираем резиновым шпателем, который предназначен для формирования швов из силикона. ПОДПИШИСЬ! И так же получается ровный аккуратный герметичный угол. Ну и в завершение установим вентиляционные решетки. А так же я думаю многих заинтересовало, что же с этими швами через год. Так вот, все отлично моется и блестит. А вот этого я думаю заказчик не увидит, что я делаю с его швами, они целые и невредимые. Ролик подошел к концу, если понравилось, то обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик чтобы пропустить следующий ролик. Скоро увидимся!